Любимые, привет! Сегодня дело пойдет про зависимости. Я не говорю про тяжелую зависимость, например, от кокаина, героина. Я говорю про слабенькие зависимости, которые тоже существуют. Зависимость от кофеина, зависимость от сахара, зависимость от стимуляторов. Есть люди, которые просто максимально сидят на вот этих ужасных, уродских напитках, которые продают и детям тоже. Бывает зависимость от адреналина. Это, знаете, вот эти все покатушки на скорости 200. Есть зависимость от секса, порнозависимости. Разные виды зависимости. Мы поговорим о корне, о способах возможных, которые, в принципе, можно внедрить в жизнь. И, конечно, то, как, в принципе, себя настраивать, если эта история уже у вас случилась. Зависимость, на самом деле, это страшная ловушка мозга, которая мало того, что железобетонно обусловлена эволюцией, так еще и умеет виртуозно подстраиваться под конкретного человека. Другой момент, когда я писала, цитируя, грубо говоря, Курпатова, чтобы избавиться от плохой привычки, нереально не заменив ее на другую, это правда. Есть люди, которые не могут просто бросить курить, взять так и бросить курить. Им нужно чем-то сделать в подмену. Именно благодаря привычкам, превратившимся в зависимости, мы живем не той жизнью, которой должны жить. Это не так просто. Мозг не сдается. Его цель – сэкономить энергию, отправить вас на те же самые рельсы, которые формировали автоматизм в течение последних месяцев, а то и лет. Я не говорю о курении, алкоголизме. Ваш теперешний образ жизни тоже бывает зависимость. Из разряда поесть, поспать, полежать, меньше поактивничать. Это тоже зависимость. Другой момент, если вам ни в чем эта история не нравится, можно поменять. И действительно это можно изменить. Очень важно сделать простую вещь. Это навык привычки, которая внедрится в вашу жизнь взамен той прошлой, с которой вы хотели бы распрощаться. Грубо говоря, про тот же шоколад, про ту же вещь с курением. Другой вариант, если зависимость не страшная, а социально одобряемая, а сейчас же одобряют, ну что, ребенок поел, потому что он обожрался фруктозой вместе с лактозой, и мама пирога долбанула, и это уже история с некоторыми рисками, то это в принципе нет негативной ассоциации. Он же просто переел. Ну что, все так делают. Звучит, конечно, диковато, но легко реализуемо. И так есть детки, которые ходят с диабетом, диагностируемым у них проблемы. С головными болями, с погодными условиями, перенесением этих условий. Потому что это же одобряемо. Ну ты же не убил, правда? Ты же просто обожрался. Другой вариант, создать новую привычку взамен. Это тоже непросто. И вообще, резюмируя, могу сказать, что работа с привычками – вещь не такая сложная. Сложнее всего обеспечить последовательность. Но если вы стабильно полгода ничего не делаете, все связанное с этим в мозге отмирает. Как начать? Попробуйте в 4-е 10 дней уделять ровно 23 минуты исключительно фокусу на задаче. И вы поразитесь просто эффекту, который будет. Другой момент. Те, кто думает, что дело только в зависимости. Нет, совершенно другая история есть. Есть поддержка питанием, витаминами. Мы говорили про незаменимые аминокислоты в борьбе с зависимостью. Здесь нужно хорошо добирать белок. Про лецитин. Про комплекс витаминов группы В, который антистрессовый, подавляет стресс. Мы говорили с вами про то, что очень важно работать с хроническим абстинентным синдромом, потому что он возникает. Если вы кофейноман, это тоже история. Очень важно восстанавливать дефициты, которые накопились. Если вы, например, все знают про дефициты витаминов, минералов, которые возникают от курения, от алкоголя, повреждения, желудочно-кишечного тракта у некоторых возникает. В общем, куча всего. И хочется сказать, что просто заменить привычкой бывает недостаточно. Нужно временно работать с психотерапевтом. Второе. Обязательно подкреплять это все правильным питанием, потому что это будет влиять очень сильно на мозг, и мозгу не захочется больше в какое-то дно. Следующий момент. Лучше всего иметь физическую активность. Она просто... Даже у наркоманов их заставляют пахать, чтобы вывести всю интоксикацию из организма. И другой момент. Физическая активность помогает. Третий момент. Это БАДы. Они тоже помогают. Б-комплекс, магний. Ну, поговорите со своим врачом. Я должна это сказать. Если есть проблемы с кишечником, пробиотики. Потому что у кого проблемы с кишечником, у него есть проблемы с головой. В прямом смысле, но просто... Как вам объяснить? Патогенная микрофлора, дисбактериоза. Человек будет... Даже ребенок. Вот возьмите ребенка, да? Если у него что-то происходит с животиком, то он плачет, капризничает. У него нет настроения. И очень важно, если вы избавляетесь от зависимости, обрисовать тот образ жизни, который, в принципе, достоин вас, достоин... Вы хотите им жить, а не избегать. Вот это очень-очень важно. Поэтому постепенно-постепенно все это можно сделать, создать, прожить и выйти из негатива. А как выйти из негатива, если вы зависимы? Я тоже снимала ролик. Потому что обычно подсаживаются на иглу тот человек, у которого нет кайфа в жизни. А какой кайф? Кайф легкий. Это сладкое, кофе, наркотики, сериальчики, мастурбация. Это же все зависимости. Они доступны. А выйти из этого мозгу потом сложно, потому что становится... Ну, такая есть история с псевдодебильностью. Я не буду о ней говорить. Ну, в общем, ладно. Помните о том, что зависимый мозг не от глюкозы, а от сладкого вкуса, у кого проблемы с сахаром. Дофаминовая реакция, кстати, у людей, которые на сахаре, столь же яркая. Поэтому будьте вежливы сами с собой и поддерживайте себя, как можете.